А можете представиться... Кашуба Виктор Николаевич, начальник юридического отдела Краевого бюро судебно-медицинской экспертизы. Виктор Николаевич, но где тело-то все-таки? Хочу сказать, что считаем, произошло преступление беспрецедентное по своей циничности. В историю бюро такого случая ни разу мы не сталкивались с подобным. В настоящее время мы обратились в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по данному факту. В настоящее время проводится доследственная проверка. Под преступлением вы имеете в виду кража? 12 декабря, то есть вчера, при обращении родственников к нам для выдачи тела для последующего погребения, мы столкнулись с проблемой, что тело в отделе экспертизы трупов отсутствует, в связи с чем была проведена нами проверка, служебное расследование, в рамках которой выявить тело, установить его наличие в отделе экспертизы трупов не удалось, в связи с чем мы обратились в правоохранительные органы. Какие версии есть? Версий может быть много, мы считаем, что это действительно случай, который не может укладываться в голове, действительно нечто циничное, не исключаем возможности даже такими действиями дискредитировать деятельность бюро, но в настоящее время правоохранительные органы занимаются этим вопросом, по результатам, я думаю, информации будет. Сколько это вообще реально, свободно пройти к холодильникам, я не знаю, там действительно это легко сделать, и может любой зайти и заполнить? В отделе экспертизы трупов существует особый режим, допускаются в отделе экспертизы трупов только сотрудники бюро, сотрудники правоохранительных органов, иные лица могут быть допущены только в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. Присутствие кого-то иного несанкционированного, случая несанкционированного доступа исключается. Внутри есть видеонаблюдение? Видеонаблюдение внутри имеется, но, к сожалению, информация не записывается. Ну, сотрудниками правоохранительных органов, в том числе и данная информация проверяется. Скажите, кто стал фигурантом такого уголовного дела, против кого выступают? Ну, в настоящее время заявление обхода на отношения, естественно, не установленных лиц, потому что какой-либо информацией мы не располагаем, в настоящее время ожидаем каких-либо результатов. А как это связано? Просто сейчас нагнетается обстановка вокруг муниципального предприятия, ритуального услуга. Это вот что-то там из 40 безродных тел. Хочу пояснить, что данная ситуация с проблемами, которые были некоторое время в связи с захоронением безродных, никак не связана. По захоронению безродных мы работаем в обычном режиме, то есть во взаимодействии с муниципальными структурами. То помещение, где бабушка находилась, оно не связано вообще с безродным? То есть это разные, так скажем, площадки, разные комнаты? Еще раз хочу повторить, возможность каким-либо образом перепутать тело исключается. Либо доступ кого-либо постороннего для каких-либо действий исключается. Но так же, как и то, что тело могло быть захоронено вместе с безродными, тоже исключается? Хочу сказать, что за период с того момента, когда умершая находилась в морге, было произведено три захоронения тел безродных. Два из них мужских, одно женское, но все они находились в стадии довольно сильных гнилостных изменений. Поэтому в этой ситуации нельзя было перепутать. Вы сказали, что кто-то хочет дискредитировать ваше бюро судебно-медицинской экспертизы. А кого вы можете обвинить или подозревать в этом? В настоящее время, еще раз повторю, проводятся мероприятия, по итогам которых уже можно будет сделать какие-то конкретные выводы. Но это вы сказали, что кто-то хочет дискредитировать. Раз вы делаете такие заявления, значит, у вас есть для этого какие-то основания. В настоящее время проводится доследственная проверка. Вы меня простите, вам не кажется, что вы несколько глупо выглядите, когда говорите, из бюро, куда доступ посторонним запрещен, неизвестным образом пропало тело? Я полагаю, что мы достаточно определенно высказались. В настоящее время, я думаю, эти обстоятельства все будут проверены. А как вы искать тело будете? Занимаются этим правоохранительные органы. Вы не ищете его? Это в нашу компетенцию не входит. Мы провели проверку у себя в отделе экспертизы трупов, повторюсь. В рамках этого расследования проведены определенные мероприятия. Именно в отделе экспертизы трупов тело обнаружено не было. А какие-то дисциплинарные взыскания для кого-то будут? Поскольку в настоящее время не завершена как доследственная проверка, так и наше расследование, по итогам этих мероприятий будут выяснены обстоятельства, после чего будут уже сделаны какие-то выводы и приняты меры. Конкретно нам сотрудники ритуальных служб утверждают, что доступ одной ритуальной службе все-таки есть в бюро судмедэкспертизы. Вы можете как-то подтвердить или опроверг? Я повторю, что в помещении бюро судебно-медицинской экспертизы, кроме сотрудников бюро, сотрудников правоохранительных органов и лиц с сотрудниками правоохранительных органов, доступ исключен. В смысле, бабушка сама ушла? Я повторю, что мы считаем, что было совершено преступление. А вы бы его как юрист как квалифицировали? Заявление нами подано в отдел полиции. Просим разобраться в данной ситуации, возбудить уголовное дело. Нет, вот я пыталась найти в уголовном кодексе какую-то статью, подходящую под это преступление. Как вы... Фактически мы полагаем, что тело было украдено. То есть кража чужого имущества все-таки? Было украдено тело умершего. То есть 158-я? Я не готов... В данной ситуации я не готов сказать, насколько расценят это правоохранительные органы и проводятся соответствующие мероприятия. Спасибо. Спасибо. Спасибо.